всем привет мои хорошие точнее доброе утро сейчас читаю ваши комментарии к розыгрышу и решила в этом влоге воплотить как бы основные ваши пожелания так поехали мы проснулись это будет день со мной проснулись сегодня в 7 но я ее взяла к себе на себя маленькую я имею ввиду крестюшку и укачала и знаете с каких мы просыпали без 12 11 первый раз в последние дни конкретно выспалась прям конкретно мы проснулись начали улыбаться даже не просили есть хотя перерыв между кормлением получился 5 часов ночи и кормил 11 6 часов сделали массажик на пеленальном столике обязательно с утра поменяли подгузник я навела ей покушать дочь старше ее кормила а я пошла готовить нам завтрак приготовила сейчас покажу если осталось если не все на съем пока в лаваше вареную сгущенку обжарила с двух сторон и все получились такие конвертики с вареной сгущенкой мы с ней с кофе попили мелкая тоже поела лежит вместе с нами в шезлонге какие у нас планы сегодня хорошая похода не знаю можно в принципе сейчас сходить прогуляться но мне нужно помыть голову с таким вот шухером я просыпаюсь хочу сделать тонирующую маску от faberlic вот этот который библонд и нужно забрать посылки на алиэкспресс я заказал там много интересного в основном для ребенка конечно покажу вам распаковки вот сейчас пришло повещение что несколько посылок уже ждут а сейчас мелкая она час где-то бодрствует после того как проснулась хотя проснулась поздно но я уже слышу что она хочет подремать она прямо в шезлонге можно ее чуть подкачать даем сосочку и она засыпает и дремит полчасика так она передремывает потом попозже она может еще подремать а может уже уйти на дневной сон на несколько часов вот поет песни на кухне такие вот получились конвертики с вареной сгущенкой мы покушали кофе все все сыты красота теперь нужно прибраться заправить постели мы передислоцировали взял надо нам будет заправить все постели сейчас и каждый день я потираю полы я не люблю когда крошки под ногами квартира маленькая быстренько потереть полы никогда не составляет никаких проблем ну и шухер не прогулась еще шарка шарка прям душно проснулись душно еще балкон закрыт проснулся холодный да 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 именно так вашим комментариям я поняла что вам интересна готовка и интересна тема быта да всякие разговорные влоги болталки вот наверное 90 процентов из вас вот эту тему хотели бы видеть на моем канале поэтому буду стараться исполнять ваши запросы скажем так так ну все еще вам покажу девчонки сейчас попозже немножко я позавчера делала пожалел что вам не сняла был потому что получилось так вкусно баклажанную икру из запеченных овощей это вообще тоже понравилось вот и даже ребенка понравилось чтобы ребенка понравилась икра овощная это что-то я вам обязательно покажу ее и расскажу как готовила так а сейчас пока мы немножко приберемся до мелкая пока у нас поваляется в шезлонге возможно сама в нем и заснет а старшая сейчас покажу чем занимается скоро в школу сегодня пятница в среду же 1 сентября на зарядка только после еды не очень как-то хорошо смотрим планшет и занимаемся да на шарики да да ну да на 1 сентября пойдем с косичками там посмотрим когда будем расплетать тоже мы принципе с косичками голову хорошо промываем нормально да ну это точно да сейчас мы занимаемся у нас задание нам давали на лето сейчас покажу какие на столе вот у нас задание не по дням видите но я летом ребенка заниматься не заставлял и никогда не буду потому что каникулы нужны для того чтобы отдыхать и мы вот эти задания с ней за четыре дня все сделаем у нас осталось вот сегодня 4 листика мы сегодня делаем все то есть задание которые расписаны на лето мы с ней за четыре дня сделали повторили все правила математику все повторили с ней как бы за как раз за четыре дня до школы все нормально почему 4 листик сможешь у тебя есть цель ты же не хочешь выходным и чтобы выходные тоже никогда ничего не делаем и чтобы выходные мы были свободными всегда мы выходные без уроков кстати во время школы и вечером никогда у нас есть правило мы не делаем уроки вечером и выходные нет котен быстро до быстро доделаем и свободны но это же круто и все остальные дни до школу ты будешь отдыхать также круче малыш будем выходные отдыхать и все дни и все да крестюшка даже говорит да 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 ксюша говорит делай чтобы я была умная сестренка и помогала мне да наверно во как она на тебя орет садись говорит делай задание быстро правда малыш нанесла любимую свою маску освежающую экспресс маска освежающая бабушки агафьи люблю я начинает прям такой ходок местами даже драть пока она будет работать я как раз заправлю все и приберусь мелкая кстати уже смотрит мультики особенно канал мама нравится бывают детские такие развивающие пробовал включать и тени лафу называется мне все же смотрел пока нет там она еще не фокусирует почему-то хотя вот обычные мультики маша медведь пропускина буба особенно понравился буба она прям смотрит а и ксюша любит бубу вот тени лаф я помню ксюша включала мне кажется полгода и это полчаса лишнего времени минимум ребенок прям залипает он развивающий он классный для малышей прям вообще здоровский мне очень нравится ну вот я думаю тоже скоро будем смотреть дети почему-то с каждым годом такие ранние то есть если ксюша была ранее все как-то у нее получалось раньше чем положено по возрасту здесь не но вообще еще раньше сейчас уже ручки свои разглядывает хватает себя за каждый пальчик и смотрит что она может ими теперь делать но что-то типа по умному сейчас называют скачок развития скачок развития кризисы каких-то месяцев лет я вообще в это не верю потому что с ксюши никаких кризисов не было здесь не быть мне кажется грамотный подход родителей важен так болтать хватит пора заниматься делом нанесла масочку be blonde как следует так основательно мне тюбик где-то раз на три хватает чтобы пропитать ол чтобы действительно полотенок красивый желтизна нейтрализовалась так что осталось уборка все заправили обед мне сегодня готовить не надо вчера сварила обалденный борщ вот что что борщи я готовить умею очень вкусно но вот вообще что связано с овощами с мясом и тогда моя выпечка нет я не дружу вообще потом ужин тоже готовить не буду у меня была смесь из четырех видов риса я приготовила по типу плова с курочкой с курочкой со сладким перцем с морковкой с ночком с овощами общем у меня со вчера осталось на сегодня ужин поэтому готовить не слава богу сегодня не надо это такое спасение хотя готовить на два дня я не люблю потому что я люблю вот пищу только что приготовленную я редко когда буду есть пищу на второй день который была приготовлена вчера но такой могу она мы сегодня ужин скорее всего не будем были на улице потому что сейчас поспим к нему потом сходим за посылочками будем гулять скорее всего весь вечер сегодня погода классно сейчас покажу Вот, соломнично у нас, как сегодня, и тепло. Я уже соскучилась по теплу, если честно, несколько дней холода. Прям хочется вернуться обратно в жаркое лето. Мне надоело, я люблю лето. Малышка уснула, пока она дремит. Сейчас уберусь на кухню, помою полы и покажу вам как раз баклажанную игру. Так она выглядит. Смотрите, какая. Сейчас расскажу вам рецептик. Вот столько у меня ее осталось, потому что очень вкусно. Прям я ее ела ложками. Нашла рецепт на просторах интернета, но, как всегда, добавила что-то свое. Потому что я, когда вижу рецепт, я вижу, что там не хватает, на мой взгляд, всегда дополняю. Берем баклажаны очищаемых. Режем крупно. Кладем в форму для запекания. Мы будем запекать все это дело в духовке. Берем сладкий перец. У меня был желтый и красный. Режем крупно. Кладем в эту же форму. Луковицы. На свой вкус ингредиенты. Нет никаких пропорций. Что вы любите, чтобы было больше, то и кладете. Я взяла две небольшие такие луковицы. Крупно тоже на четыре части порезала в эту же форму. А помидоров при рецепте не было. Я положила два средних томата, очистила их от кожуры. Прямо так, ну, из кожуры выдавила в эту форму. И напополам там на четыре части тоже разрезала. Поливаем маслом оливковым подсолнечным, какой у вас есть. Соль, специи по вкусу. У меня был сушеный укроп и петрушкой. И я ими посыпала маслицем, солюшкой. Перемешали все в духовку. Все запеклось. Получились они как на гриле. То есть еще такая даже черная корочка местами. Перекладываем все в блендер. Добавляем чеснок по вкусу. У меня это было три зубчика. Вы можете добавлять или не добавлять. Как вы любите. Я люблю острое. Она у меня такая остренькая. И сахар обязательно. Вот без сахара вообще будет не то. Обязательно сахар. Сахар по вкусу тоже смотрите. Я, наверное, чайную ложку точно положила. Все заблендерили. Все. Икра готова. Это получается как овощи на гриле переблендерены. Это нереально вкусно. Это просто нереально вкусно. Я сделала его так на раз. Потому что баклажаны лежат. Жалко испортиться. Надо что-то с ними делать. А готовить я уже не хочу. Никак надоели. Морозить я их тоже не хочу. Я знаю, что зимой у меня их никто есть не будет. Точно. Кабачки тыку я еще хочу наморозить мелкой. Никогда этого руки не дать. Баклажан точно нет. Поэтому попробуйте. Очень вкусно. Безумно вкусно. Вообще просто пальчики оближешь. Может быть, кстати, кто-то так и на зиму закрывает. Вполне возможно. Я просто на зиму ничего не закрываю. Но это не мое. Я, если захочу, я вот так приготовлю. Покушайте все. На зиму заготовок вот этих я, честно говоря, терпеть не могу делать. Так что вот такой рецептик обязательно попробуйте. Я пошла убираться. Полы вымыты. Уборка сделана. Осталось только в зале протереть пыль на стенке. Все. Маску смыла. Мелочь проснулась. Лежит, разговаривает своими ручками с Ксюшей. Так. И все. У нас основных делов-то, в принципе, на сегодня больше нет. Стирку запустила. Сейчас будем садиться за уроки. Постараемся побыстрее доделать вот то, что нам осталось. И все. Свобода попугаем. Волосы, кстати, я сушу при крестюшке. Я прям сажусь к ней на диван. Она на диване в шезлонге. Включаю фен, беру зеркало и сушу волосы. Она, особенно если она капризничает, она успокаивается под этот белый шум, грубо говоря. И она хорошо лежит в этот момент. В общем, когда я сушу волосы, ей этот звук нравится. Да, конечно, да. Да, нравится. Еще как, скажи. Так что вот такие дела. Мы на прошлых выходных покрестили маленькую. Сходили в церковь. Все, она у нас теперь в крестике. Крещеная. Это здорово. На самом деле. Да, скажи, я теперь крещеная. Да. Вот так. Посушила волосы. Малышка у меня на руках сейчас дремит. А Ксюша занимается, да? И мы занимаемся вместе. Сейчас нам уже обедать через 15 минут мелкой. Ну, если будет спать, будет спать. И мы пойдем кушать борщ, да? Сейчас два листика сделаем, перерыв. Пообедаем, отдохнем, потом еще оставшиеся доделаем. У нас что-то испортилась погода. Я вам показывала с утра солнечно. А сейчас пришли тучи. Ну, надеюсь, вечером погода не подведет. Правильно, молодец. Дальше. Десять. Десять. Плюс четыре. Почему плюс-то уменьше? Десять минус четыре равно шесть. Молодец. Дальше. Двадцать. Двадцать минус четыре, да. Разбиваем двадцать. Один десяток. Еще один десяток. Один десяток остается. Из другого вычитаем четыре. Десять минус четыре сколько? Шесть. Значит, один и шесть. Шестнадцать. Шестнадцать, правильно, молодец. И последний пример. Вот какие-то ученики к нам пришли. И ветер, ну, ветер, бог с ним, зато жарко сегодня. Жарко, хорошо, красота. Двадцать пять, двадцать шесть. Но, точки. Надеюсь, они сейчас куда-нибудь уйдут, пройдут мимо. Все обеды. Вот такой у нас борщик на обед. Ложка аж стоит. Муж сказал, прям густой-густой. Ну, красота. Вот так вот хлебушек вчера в Сбермаркете. Зашана заказывала доставку. Вот такой вот интересный со злаками он получается. Сейчас горчичкой, наверное, его даже намажу. Вот такой у нас с дочерью будет обед. Кто обедает, кушает, пьет чай, кофе, всем приятного аппетита. Мелочь у нас лежит, любуется на мобиль, пока не спит. Хотя пора уже в дневной сон уходить. Но мы сейчас спокойно покушаем, потом, наверное, будем ее укладывать спать. Уложил малышку на дневной сон, и пока она спит, я тут на балконе буду краситься. Мы с вами поболтаем. К вопросу о том, как все успевать, да? Ну, во-первых, у вас четко должен быть организован не то, что план дня, а тем более режим. Нет режим, это как-то после трех месяцев, да? Если у вас первый малыш, второй, третий. Режим, он как-то попозже. Ну, даже не режим дня, а должны быть какие-то помощники, которые будут вам помогать, когда ребенок будет бодрствовать. В моем случае, например, это шезлонг, это шарик надутый гелием, на который она может долго смотреть и играть с ним. За ножку я привязываю. У Новокридского увидела, наверное, кто смотрит его. Я на него инстаграм подписана, иногда что-то полезное для себя черпаю. Это мобиль, который я вам показывала в одном из видео, в покупках Тони Лав. Очень крутой, черно-белый. Она обожает этих зверушек и может на них смотреть долго. Это какие-то любимые игрушки. Она любит, когда игрушки с улыбочками. Она сама им улыбается, и это тоже может длиться долго. И пока ребенок бодрствует, что мне так тяжело уже два дела одновременно делать, весь мозг он как-то в материнстве. И краситься, и думать. Думать это вообще отдельная тема сейчас. Пока ребенок бодрствует и занят 20-30 минут любимым делом, или качается в шезлонги, или на шарик смотрит, и так далее, вы можете заняться делами. За 15-20 минут легко можно помыть полы и протереть пыль. Следующие 15-20 минут начать хотя бы готовить покушать. Если что-то глобальное, то это дневной сон, конечно. А когда ребенок спит, сейчас, допустим, первый раз она засыпает сама в шезлонге, а второй раз уже не засыпает, не хочет. И я ее укачиваю на руках. Могу с ней полежать, отдохнуть, поотвечать на ваши комментарии. Лежа там, да? Вот. И потом ее переложить. Еще один маленький лайфхак. Маленькие детки, они хорошо успокаиваются и спят, когда у них на лице пеленочка. Я ее перекладываю на диван рядом с собой, на животик. Как правило, днем мы спим на животе. И головка на бок, и сверху муслиновая тонкая пеленочка, немножко на лицо. То есть она не укутанная, чтобы ей лишать было ничего, а вот так немножечко уголочек на лицо. Ей так спокойнее, и так она лучше спит. Если нет пеленки, она спит и спокойнее. Это вот что касается дневного сна, а ночной нет, все нормально. Ей вот нужно либо куда-то уткнуться, либо чтобы немножко была вот так пеленочка на лице. Тогда все, алис гуд. Также в коляске, может быть, у нас можно обложить подушками, чтобы ей было тесно, и она чувствовала себя как в коконе. Они же недавно вышли из животика, им нужен вот этот вот уют, чтобы их что-то обволакивало. И так спокойнее. В коляску я придумала, мы же сейчас пересели из автолюльки в обычную люльку. Она, естественно, большая. И она там болтается, ей некомфортно. Я придумала такой банан, я посмотрела, есть, продаются специальные такие позиционеры и так далее. Не то, мне не понравилось. Я из ткани сшила как бы такой банан, с одной стороны узел, с другой, ну не банан, сосиску. Туда запихнула одеяло, которое я сама шила, вот так трубочками свернула, туда запихнула и завязала. И получилась такая сосиска. Я ее кладу в коляску, буквы КП, как подушка для беременных. И ее вот между вот этими вот концами этой сосиски, ей там плотненько, комфортненько. И так она гораздо лучше спит. Это опять вам маленький лайфхак в коляску тоже, да? Вот. У меня, конечно, еще Ксюша помощница. Еще какая. Она их покормит и поиграет, и поболтает с ней. Сейчас мелко немножко мешаются ручки. Она их уже изучила, она держит все. Она берет игрушку, она хочет сама есть, она прорывает бутылку. Иногда сама держит, иногда она у нее выпадает, но ей уже хочется все делать самой своими ручками. И они иногда мешают. Она их не пугается, потому что я знаю, бывают такие случаи, что дети своих рук пугаются. Нет. Но они мешают иногда и заснуть, и нормально поесть. Это как некий, да, такой скачок роста. Вот. Поэтому в этом плане вот как раз вот такие вот приспособления, которые, грубо говоря, немного сковывают движение, они только в помощь нам с вами, да? Так, что еще хотела вам рассказать? Ну, вот это такие маленькие лайфхаки по тому, как все успевать и как все делать, да? С маленьким ребенком. Пока она бодрствовала или я его качивала на руках, мы с Ксюшей делали задание. Мы разговариваем, мы не молчиваем, мы не приучаем к тишине. Единственное, она, конечно, сейчас пугается резких звуков каких-то, да? Это может ее и разбудить, если что-то уронить, если громко крикнуть, там, или еще что-то, да. А монотонная, спокойная речь, работа телевизора, работа каких-то приборов, это всегда у нас на фоне есть, чтобы к полной тишине ребенок не привыкал. Это важно тоже. Потому что как тогда она будет спать на улице в коляске, правильно? А мы на детской площадке часто гуляем и спим. А там, представляете, какой ор, да? Но он тоже монотонный, он постоянный, не резкий, поэтому в этом плане все нормально. Так, вот такие лайфхаки. Что-то много вам хотела сказать, но все как-то быстро забывается. Сейчас, знаю, будут вопросы, поэтому на губы наношу фаберликовский карандашик. 4852. Проснулась. Не наношу, наношу попозже. Продолжаем. Заплакала во сне, соску выронила. Соску дала, немножко на мне полежала, переложила обратно на диван. Так, карандаш у нас с вами 482, фаберликовский, красивый. Вот такой сон у нас, он может продлиться 4-5 часов без перерыва, а может быть вот как сейчас. По-разному всегда. Не угадаешь. Сейчас еще погода такая странная. Цвет, кстати, красивый очень. Вот такой вот, как он есть, вот такой он и есть. Сейчас у нас почти сколько время-то, девчонки? 4 часа? Часов полшестого, наверное, мы пойдем гулять, если будет спать. Я ее покормлю, все равно разбужу, и мы пойдем гулять. Да спит уже на улице свой дневной сон, потому что у нас сегодня позже, из-за того, что мы встали позже. Ну, смотрите, какой красивый цвет. У меня камера ярче, чем в жизни немножко. Но тем не менее, оттенок вот такой. Сейчас еще второй слой туши. Второй слой туши. Пойдем на почту. Заберу посылки с Алиэкспресс. Там, кстати, есть очень интересные приспособления, если это оно пришло, потому что у меня там много посылок. Кстати, кто не заказывал еще ни разу на Алиэкспресс.ру, я вам оставлю промокод на скидку. Я заказывала первый раз, воспользовалась скидкой и вышла очень дешево. И у меня часть товаров по Алиэкспресс.ру, часть товаров по Алиэкспресс. Но какие-то товары без отслежки, какие-то с отслежкой. А какие-то вообще написаны в одном пакете. Туши обожаю это, девчонки, теперь. Фест-класс коричневый. Прямо обожаю вообще. Еще погода, когда меняется, она реагирует. Сейчас хмура. Ксюша у меня, кстати, никогда не реагировала на погоду. Не была метеозависимым малышом, а здесь наоборот. Поэтому, конечно, все детки разные. И только мама знает, да, что лучше для ее ребенка. Такая у нас с вами болталка получилась. Нам осталось чуть-чуть с Ксюшей доделать совсем чуть-чуть. Один листик с небольшим заданием. Сейчас я накрашусь, сядем с ней, сделаем. И полежим, отдохнем, поотвечаю на ваши комментарии. А потом будем собираться гулять. Это все, я, в принципе, к прогулке готова. Тонировка, конечно, не сильно взялась. Маску я имею в виду фаберликовскую. Но, тем не менее, все равно так слегка. Желтизну, мне кажется, нейтрализовала. Вот такой логня. Потом еще как-то оденусь, покажу вам. Одна оделась. У нас вот такой вот лог дня. Ну, вы вперед руки вытащите. Что-то застеснялась-то все. Мне нравится такой хип-стиль. Кстати, джинсы из Нью-Чип. Ой, да. В том году покупали. И сейчас вот они еще велики. Но там внизу есть запас. Ну, покрутитесь, хип-стиль. Вот так вот, да. Так, теперь ты смотришь за малышкой, а я одеваюсь. Я иду вот так. У меня тут кофточка. Брюки. Чинсы с Бонприкс. Блин, все велико. И вот такая вот курка. Потому что холодно. Будем гулять вечером. Я прям очень сильно мерзну. Вчера ходила в водолазке в пальто даже. Вот такой вот лучок. В общем, мы собираемся. Сейчас одеваем мелкую. Выходим гулять. Идем вместе с вами на почту. С самым милым костюмчиком. А, да, мелочь. Вот такой классный костюм. Рыжий кот. Мне очень, кстати, понравился. Флисовый с ножками. И вот такой капюшон с ушками. Это просто прелесть. И капюшон по головке. Но нам пока великоват немножко. Я взяла с запасом. И я вот здесь подшила. Чтобы он был по головке. Чтобы никакие шепки не одевать не люблю. Я с той одежек. Такой вот флисовый комбинезончик с ушками. Он просто прелестный, девчонки. В детском мире есть вот такой желтый кот. Я его взяла за 600 с чем-то рублей. Со скидками, с промокодами. Так он стоит полторы, по-моему. Вот. Вышли на улицу. Вот ушастый у меня на руках. Ктюша пошла пока играть. Ждем нашу подружку. Она все не выходит. Она все не выходит. Говорила вам про какой банан. Вот видите, он у меня так сложен. А сверху перенку из дома. Вынесла ей пледик еще сверху, если холодно. Дело слетки. Все интересно. И вот там получается углубление. Вот туда я ее кладу. Ей там уютненько. Вон мелкая болтается на турнике. Я сняла кофту, мне говорит, жарко. Я не могу, у меня в куртке холодно. Девчонки, вообще мерзлила этим летом. Наверное, крови много потеряла после кесарева. И я прям мерзлила, у меня в куртке холодно. Вышла? В путь? Ксюша! Пошли, Ксюша! Две посылки какие-то пришли. Сейчас мелочь вскроет, посмотрим что-то. Так, там оказывается много всего в одной посылке. Первое, что я заказала, это сетку на коляску. Хотя уже осень, она ни к чему. Ну не знаю, зачем заказала мне первый про вас. Ага, второе. Так, это у нас соски на бутылочку Авент. Причем рублей за 60, за 70. Ну, подделка, естественно. Попробую, посмотрю, что они все представляют. Ссылки вам тогда все под видео оставлю. Так, что там дальше еще? Доставай. А там что-то еще было. В бумажных пакетах сейчас распакую. Вот такой вот держатель для соски. Деревянный, который грызунок. Кстати, очень красивый. Сейчас распакую. Вот какой грызунок-держатель для соски. Прикольно здесь, кстати, клипса. Тут веревочка, к ней прицепляем соску. А это к одежде. Да, все из дерева, все очень классно, красивое. А это масляное дейло. Вообще, ступер, где я его так ждал. Класс. Сейчас распакую, посмотрите. Такое желтенькое. Тоже безумно понравился материал мусорин. Если пленки, то такое... Это еще не все. Потому что нам много всего пришло. Еще что-то там. Здесь большой. Я ссылку оставлю, посмотрите тогда вот какой. И по толщине. Вот сейчас гулять. Сама тут, наверное, 4 слоя. Я не помню, но в описании есть. Такое классное вообще. Мусорин шипер. Следующий – это дозатор для смеси. У нас такая съемка на ходу. Это мега удобно. Девчонки, здесь у нас 3 отсека получается, да? Да, 3 отсека. И мы определенное количество ложек сюда насыпаем. Крышку поворачиваем на тот отсек, который нам надо. Высыпаем быстро в бутылку. Это очень удобно, особенно ночью. Бутылки с водой стоят заготовленные. Смесь заготовленная. Насыпал, перемешал, кормишь. Все. Ой, сейчас. Это очень удобно, вот эта штука. Вот так выспал, бутылку перевернул. Потом на другой отсек, крышку. И вот так дозируешь. Так, круто. Дальше. Дальше, да. Это вот такой набор классный. Тоже полтенький. Это шапка и снуд. Вот она шапка с лапкой. И такой же. Это снуд. Вот это снуд. Такой шарфик на шее. И шапочка. Шапочка с ушками. Набор вообще милота. По сути, можете пройти и посмотреть. Кстати, очень бюджетно. Такой тоненький достаточно, да? Класс. Еще что-то. Мне все, походу, пришло. Наверное. В одной посылке. Это слюнярчик. Он тоже из муслина. Классный, приятный материал. И он сзади на заклепке. Он, знаете, такой как с треугольничком спереди, а сзади на заклепке. Вообще супер. Вот такой вот слюнярчик. Вот вам все посылки показала. Ссылки постараюсь на все продукты оставить. Еще что-то мне не все пришло. Нет, что-то еще идет, наверное. В общем, мы пошли по магазинам. Дождь начинается. И на этом влог я буду заканчивать, мои хорошие. Мы сейчас погуляем. Отдохнем. Вот так проходит наш день. Надеюсь, видео вам понравилось. Всех люблю. Всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok